Пожарные автоцистерны Расскажите, как вы узнали о пожаре? И буквально вот прошло минуты две. И почули мы треск. Недалеку шел. Я говорю, пошли поглядим, где-то, может, уже ветер эту клеенку мотает. Вышли сюда и уже поняли, что тут крыша страдает. А горела где? Мы вышли сюда, я лежу тут полом. Она пошла сюда, я побегла туда вызывать пожарную. Горела крыша или горела где-то внизу? Она пошла сюда, я не дошла пока сюда. Не дошли? Не дошла. Она открыла дверь и побегла. Я побегла через центральную дверь, чтобы вызвать, потому что тут треск. Я позвонила в пожарную. Сразу набрала вообще 104. Набрала пожарную, говорю, едьте срочно по колосу гореть кара ферме. И потом я уже вышла сюда, тут уже люди подъехали. Я побегла на той бок. И с крыши, валила с крыши. Именно с крыши. А скажите, а телят кто спасал? Ну тут люди помогали, мы оттуда сзади подбивали, выгоняли. А я подгоняла их тут из этого дыма. А как вы думаете, чего произошло возгорание? Я не знаю. Не знаю. Честно вам скажу, не знаю. Я сюда мало что-то не хожу. Ну перед пожаром вы видели кого-нибудь здесь постороннего? Скотники наши поехали на обед. Никого не было. А какие-нибудь работы проводились здесь? Огневые работы или еще что-нибудь? Нет. Мы тут нигде никого ничего не палим. Где Акимуцарта мы вываливаем. У нас ящики. То есть от чего произошло возгорание, вы не знаете? Не знаю. Честно вам скажу. На тушение возгорания было подано пять пожарных стволов. Благодаря слаженным действиям работников МЧС и Слонимского районного унитарного сельскохозяйственного предприятия Новодевятковичи, жертв удалось избежать. В результате пожара уничтожена кровля на площади 180 квадратных метров. Расскажите, пожалуйста, как все произошло? Ну что, были на ферме. Только что были на территории. Территорию убирали. Слышали пресс. Вышли. Уже дым нашел. Ну вот отсюда. Все. А дым где вы увидели? Именно из-под конька крыши? Да, сверху. Сверху. Что дальше вы делали? Все. Дневный сторож начали вызывать 101. И начали открывать телят. А кто выпускал телят? Я выпускала. Столь, что выпускала. Уже вот на воды подъехали. В ограждении. Часть от радиациональной подъехали. Внутри фермы было горение или нет? Нет, дым только был. Только дым. А горение где происходило? Ну там с того конца сверху. Горела уже дальше. Горела именно крыша, да? Я и не помню, если честно сказать. С крыши. Но мы тут открыли, тут не горело. А тут дым весь был. А сколько телят находилось на ферме? В 177. В 177 именно в этом телятнике? Ну вот в этом и в этом под навесом, все вместе. А дальше куда вы телят выводили? Что с телятами? Куда мы их все подбивали. А когда подразделения МЧС прибыли, телята еще находились? Там пару штук. Пару штук. То есть спасатели дальше эвакуировали. Как вы думаете, от чего произошло возгорание? Не знаю. А какие-нибудь работы проводили? Ну что, это не вообще чудо. Ну, начало гореть именно с крыши. Как стало известно спасателям, накануне пожара два работника фермы отогревали с использованием открытого огня замерзший водопроводный кран. Однако установить точную причину возгорания еще предстоит в ходе проверки. В 21.45 спасатели выехали на тушение пожара в нежилом доме по улице Граничная в городе Слониме. Работники МЧС потушили возгорание в считанные минуты, предотвратив уничтожение здания. Под утро следующего дня работникам МЧС уже пришлось тушить пожар в бане на территории частного домовладения в деревне Большие Шиловичи Слонимского района, в результате которого уничтожена кровля постройки. По фактам происшествий проводится проверка.